Слушайте, очень много же про ортодонтов было сообщений, про зубных техников. Да, и в своей СМС-ке назвали ортопедами. Да, ортопедами. Значит, прекрасная история сегодня. Очень будет интересно послушать для людей, которые пытаются начать свой бизнес, да, рассматривая всевозможные, не знаю, ну, допустим, глобальные какие-то вещи, не замечая рядом с собой ниш, которые никто, ну, до сих пор не занял. Сегодня история нишевого бизнеса, который стал, ну, впоследствии, там, всего лишь за 10 лет, более того, сделал человека, который создал эту корпорацию миллиардером с состоянием что-то около, там, 20-30 миллиардов долларов. В список ходят самых богатейших людей планеты. Причем, ну, мультимиллионером он стал, там, по-моему, лет в 25, там, в 22. Был сам одним из самых молодых мультимиллионеров и миллиардеров. Значит, поговорим мы сегодня о компании Dell. Ну, все знают, да, это компьютерная компания. Но очень было интересно разобраться, чем же таким компания занималась на рынке, что смогла занять, ну, по факту в мире является лидирующим производителем и продавцом комплектующих и компьютеров. И в Соединенных Штатах делит там первое-второе место, ну, с крупнейшими корпорациями американскими. Потому что в то время, когда Майкл Делла, а сегодня именно о нем речь будет идти в нашей программе, и о его биографии, начал заниматься этим бизнесом, на рынке уже существовали такие столпы просто компьютерного бизнеса, такие, как IBM. Apple уже существовала со своими компьютерами, да, на рожданных... — И ты-то куда лезешь, да, получается? — Да-да-да, компания Microsoft, которая начала заниматься софтом, да, и созданием инопрограммного обеспечения. И было вот мне, на самом деле, очень интересно понять, в какой нише человек, и чем стал человек заниматься, ну, заработав буквально, там, за 10 лет, там, ну, состояние... — Сколько лет было ему? — Он начал заниматься... Вообще, очень интересно, давайте, смотрите, лет в 2022 он уже был мультимиллионером практически. — Нет, я почему-то спросил у вас, потому что только молодой человек с наглостью и без стереотипов, и ничего не боясь, может влезть. — Да, абсолютно наглость. — Это точно, абсолютно. Но наглость эта была зарыта в детстве в его, и очень интересно разобраться в детстве. Самый яркий эпизод — это 73-й год, сам он родился 23-го февраля 65-го года. — Молодой совсем. — Ну, совсем молодой, да. Значит, в 73-м году произошел, когда Майклу исполнилось 8 лет. Значит, во-первых, появился он в семье ортодонтов. Ну, значит, о чем мы говорим? Семья ортодонта, это был... Его отец был зубным врачом. — Какие талантные люди ортодонты. — Мама была брокером, ну, инвестиционным брокером, которая занималась, ну, продажами, да. И чаще всего, значит, за ужином он слышал слова, которые, ну, были для него незнакомы, ну, всегда были связаны с инвестициями, с получением прибыли, значит, с тем, что нужно постоять. — С падением котировок. — С падением котировок, да. Смотрите, мальчику исполняется 8 лет, 73-й год. Хьюстон, значит, в дверь звонит человек, открывается дверь, родители открывают дверь, на пороге стоит прекрасная дама, там в возрасте 40-45 лет, вот, и говорит, что она приехала для того, чтобы познакомиться с молодым человеком, которого зовут Майкл Делл, для того, чтобы заключить с ним контракт на обучение в колледже. Вот, тут родители не понимают, о чем идет речь, выходит маленький мальчик и говорит, он 8-летний, и говорит, да, это я вам отправил заявку, слушайте, вообще неинтересно мне учиться в школе, вообще я считаю, что можно перепрыгнуть несколько ступеней, не потеряв ничего в собственном образовании, я и так все знаю, поэтому очень хочу заключить вот с вами контракт и сразу... — Он писать-то умел вообще к этому времени? — Он сам написал заявку, он, смотрите, он открыл газету, в котором было опубликовано объявление о том, что один из колледжей начинает набор, ну, студентов, абитуриентов, и он заполнил эту заявку, отправил ее, вот, ну и, собственно говоря... — Как Деду Морозу мы до сих пор с вами пишем же ведь, да, он 8 лет это сделал. — Да, он 8 лет, но посмотрите, да, то есть он не отправил, там, я не знаю, заявку на то, чтобы ему прислали какой-то подарок, какой-то магазин, да, он не просил у родителей купить очередную игрушку или отправиться с ним в путешествие в Диснейленд. Он реально хотел учиться, но учиться, ну, с более старшими товарищами. — Свои интересные уже были. — Да, свои были интересные. Значит, что еще? Первые деньги, первые 2000 долларов он заработал уже, по-моему, там, в возрасте 13-14 лет, с чем был связан бизнес. Он начал заниматься марками. Вот вы занимались марками когда-нибудь? — Ну да. — Вы собирали? — Мангол, шоу, дан, да, вот, марки, ну, вы эти марки имеете в виду, почтовые, почтовые марки. — Конечно, да, да, да. Филателистом вы были? — Нет, 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 я любитель, конечно. — Любитель. — Ну как сидеть, это два альбома и все, досвиделось. — Два-три альбома максимум. — Я фантики от жувачки. — Смотрите, значит, с чем был связан его интерес именно к маркам? Опять же, только с точки зрения бизнеса. Для того, чтобы не брать деньги у родителей на покупку... — Ганёныш, он даже марки собирал для того, чтобы деньги заработать. — Конечно, смотрите, если все вокруг собирали марки исключительно из эстетического интереса, да, какого-то... — Вы так мир познавали через марки, кстати, у вас? — Да, я так мир, я впервые с Рубенсом так познакомился, и эти марки вот с голыми женщинами, которые были изображены, и, значит, на этих марках... — И на задворках орган-тюбе показывали своим сверстникам 14-й. — Конечно, ну вы что, я приходил в школу, я приходил в школу, я был главным человеком в этот день в школе. Это один раз в день недели происходило по четвергам, представляете? Четверг, всё, Рубенс в школе. — Чистый четверг, да. Я приходил с Рубенца в школу. Значит, мальчик, для того, чтобы не зависеть от родителей, чтобы они не контролировали его финансовые расходы, устроился посыльным в китайский ресторан совсем за какие-то мелкие деньги, но для того, чтобы была возможность покупать эти самые марки. Значит, на что он обратил внимание? Значит, с поднятием общего уровня жизни проснулись и вот эти самые филателисты, которые устроили даже что-то подобие аукциона, на котором они делились своими марками и покупали либо продавали те марки, которые не нужны, приобретая взамен что-то более интересное. — Своя биржа такая. — Своя биржа. Значит, он что подумал? Если у них есть биржа, почему я не могу сделать свою биржу? Он пришел в школу свою и сказал, ребят, значит, я организовываю собственный аукцион, собственную биржу филателистическую, да, давайте так. Значит, мне от вас нужны марки, которые вы мне даете на реализацию. Я вам плачу проценты с каждой проданной марки, ну, дополнительно к той стоимости, которую вы объявляете. Но все марки находятся у меня. Таким образом, он собрал огромную коллекцию у своих, ну, получается... — Не перешел в другую школу? — Нет, он не перешел в другую школу. — Это бы сделало русский человек, да? — Ну, естественно. — Он отпечатал одним пальцем. — И испарился, появился в другом штате. Сплыл потом. — Значит, он отпечатал одним пальцем, потому что не умел печатать на пишущей машинке каталог, в который внес эти марки, и дал объявление в газету, что открывается новый аукцион марочный. — А сколько он набрал-то уже? — Имени Делла. Ну, прилично. Ну, смотрите, он заработал, это, ну, это 70-е, ну, там, конец 70-х, 2000 долларов. 2000 долларов. Представляешь, какие деньги огромные? — Конец 70-х — это огромные деньги. — Огромные деньги. Значит, еще очень яркая история из его детства. Однажды они поехали с семьей отдыхать к Мексиканскому заливу, ну, на побережье Мексиканского залива. И, значит, отец, мама, он, братья занимались рыбалкой. И если все... Внимание, насколько мозг, да, человека, ну, вот... — Заточен. — Нет, подает признаки интеллектуального превосходства над окружающими уже в столь раннем возрасте. Если его папа и его братья... — Он все в монетизацию все уходит, понимаете? — Да-да-да, смотрите, рыбачили, закидывая в воду Мексиканского залива леску, на которой был один крючок, то мальчик потратил около трех часов, значит, привязывая, насаживая на эту леску 10, там, порядка 10 или 15 крючков. К нему постоянно подходили родители и братья говорили, что ты сходишь с ума. Просто забрось, вытащи эту рыбу. И вот так будет гораздо быстрее. Он говорил, слушайте, вот у меня есть своя теория относительно рыбалки, поэтому я буду рыбачить именно тем образом, вот которым... вот мне хочется рыбачить. Он закинул, и действительно, с этой рыбалки он вернулся с уловом, который был больше всех вместе взятых, и его родителей, и братьев. И для себя он тогда сформулировал следующий постулат, который является одним из принципов работы компании Dell до сих пор. Если хочешь что-то сделать, обязательно для начала... ну, сделай это, попробуй сам, что из этого выйдет, да. Ну, то есть, не просто размышлять, это вот очень важная теория такая для людей, которые хотят заняться бизнесом, да. То есть, задумал что-то, обязательно сделай, попробуй собственными руками. Лучше сделать ошибку, конечно. Да, и ошибиться, чем не сделать, и потом же... Значит, что еще... значит, как продолжался дальнейший его рост? Значит, что очень еще интересно? Извините, Ростанович, нам написали, чтобы закончить ту тему, которую мы начали, из Новосибирской области. Моя фамилия Прохоров, имею 17 миллиардов долларов, не хватает, пришлось идти в политику. Подпись Михаил. Да, ну вот, человеку, о котором мы сегодня рассказываем, Майклу Деллу, да, основателю компании Деллу, я думаю, хватает на все. Очень интересная еще история, да, чем он еще занимался. Смотрите. А он единственный в семье-то такой у них? Нет, у него были там братья еще, по-моему. Ну, это такие отстойные, да. Ну, да-да-да-да. Смотрите, в старших классах школы он стал заниматься, устроился в газету «Хьюстон пост», и взял на себя обязательство увеличить количество подписчиков им. Ну, потому что газеты в то время по большей части распространялись именно по подписке. Опять же, возвращаясь к истории с занятием правильной ниши, он понимал, ну, вот представь, ты приходишь, и тебе нужно там выполнить план по подписчикам на этот месяц или там на три месяца вперед. Он начал искать упорно целевой аудитории, с которой бы он мог работать. И что он выяснил, что реально самой активной бы, с точки зрения аудитории, которая бы принимала решение о подписке, были бы люди, которые только что переехали в «Хьюстон», для того, чтобы им можно было знакомить. Ну, для чего им нужна газета, да? Людям, которые только что... В курсе событий. В курсе событий, правильно. То есть правильно вычленить из всей аудитории, ну, представляешь, да, там, миллионной, там, ту нишу, с которой... И самое главное, молодожены. Налаживать жизнь. Налаживать жизнь. Смотрите, он выбрал эти две целевые аудитории, попросил своих друзей, которые имели доступ в базы данных, соответственно, ну, местных органов власти, которые регистрировали брак, и в которые подавались заявления о регистрации брака, и заявления от людей, которые переезжали в Новый Штат в поисках, ну, и в город Новос, о поиске работ. Он собрал эту базу и стал у себя дома, купил компьютер. Во-первых, это был компьютер Apple II уже в тот момент. И стал на компьютере персонально каждому печатать личную просьбу о подписке на данное издание Houston Post. И он заработал вот таким образом за сезон 18 тысяч долларов. Ну, представляете, да? Он потратился только на конверты, да? Он потратился и на гонорары своим друзьям, которые занимались поиском контактов этих самых людей, да? То есть, которые именно находили для него эту целевую аудиторию. Он потратил на это, ну, совсем мало денег, заработал 18 тысяч долларов. Первое, что он делал, сделал... Год какой-то, Руслан Ильич. Ну, я вам сейчас скажу. Ну, это старшие классы школы. Чтобы наша аудитория понимала, что 18 тысяч не современные. Ну, это 80-й год. Ну, это 15 лет человеку, ну, представьте, да? 15 лет человеку. Он в 16 лет... Это 180 по нынешнему, около 200. Ну, я не знаю, как по нынешнему, но первое, что он сделал, ну, никогда его нельзя было... 200 тысяч долларов 15-летний ребенок вот сейчас выяснил. Да, смотрите. Никогда его нельзя было заподозрить в том, что он не любил широких каких-то жестов. И, конечно, первое, что он сделал, помимо того, что купил компьютер новый для себя, для того, чтобы разобраться опять же с ним, что же там внутри, он отправился в ближайший салон, который продавал немецкие автомобили BMW. А BMW в Соединенных Штатах Америки в 80-е, в 90-е... Так круто. Да и сейчас это одна из самых крутых марок, которые стоят действительно серьезных денег. Родителям купил? Нет, он купил себе, больше всего удивив продавца, когда он сказал, «Как вы будете расплачиваться, молодой человек?» И он вытащил кэш просто из кармана и сказал, «Я сегодня расплачусь наличным». Наш человек. Да, наш человек. Как мы это делаем. Итак, смотрите. 80... Значит, плавно подбираемся к 81-му году. Компания IBM вышла со своим первым персональным компьютером. До этого существовал персональный компьютер только от компании Apple. И мы помним, да, как разворачивалось противостояние вот там двух корпораций. Значит, почему Apple были наиболее удачливы в это время, ну вот в это время развития событий и вообще развития компьютерного рынка. Потому что они первыми предложили именно персонализированный компьютер, да. Потому что корпорации, такие как Хьюлит Паккар, Татари, которым приходил тот же Джобс и Возняк, с идеей персонального компьютера говорили, что для простых людей компьютер будет не нужен. Это же рабочий инструмент. Да, рабочий инструмент для крупных корпораций. Они первыми обратили внимание на персоналки, выпустили первый свой персональный компьютер. Вот один из этих персональных компьютеров, Apple II, как раз и появился дома у Майкла Делла. В 1981 году на этот рынок обратила компания IBM, да, которая стала опять же выпускать свои персональные машины. Более того, они унифицировали платформу. Помните, появилось, я как раз рассказывал об этом, само вот понятие IBM совместимые машины, да. Тут же рядом подтянулся Билл Гиттс со своим нарождающимся программным обеспечением и будущими виндами, да, будущей программой Windows. В общем, вот рынок начал складываться. Но на самом деле были несколько всего лишь крупных корпораций, которые занимались выпуском компьютеров. Причем надо отметить, что компьютеры стоили очень дорого. Ну, смотрите, 1981-1982 год компьютер в рознице стоил 3000 долларов. Ну, вот представьте, если автомобиль стоил, там, вот он за 16 купил BMW, там, да, за 17. А, он за 16 купил, да. А компьютер стоил 3000 долларов. Более того, из них сами комплектующие стоили, там, порядка, там, полутысячи долларов, 500-600 долларов. Все остальное корпорация забирала себе в качестве маржи. И он это, он что сделал? Он купил компьютер и разобрал его. И разобрал его просто до последнего винтика. Более того, когда это увидели родители, ну, представьте, мальчик, да, ну, вот. Он купил деньги, хорошо, заработал сам, да, там, машина появляется. Тут он покупает безумно дорогую вещь и разбирает ее. Отец, соответственно, с криком, что ты что-то сделал, ты никогда не соберешь обратно, да. Как ты посмел-то такую дорогую вещь-то разобрать? Он говорит, нет, я хочу разобраться. Ты плюешь на деньги! Ты плюешь на деньги, у тебя никогда ничто не получится. Более того, они начали его прессовать очень сильно относительно его будущего образования. Потому что папа видел его медицинским работником, потому что он говорил, послушай, вот я ортодонт, классический среднеамериканский класс, что тебе еще нужно? Забрось эти компьютеры, забрось эти марки, забрось эти газеты. Получи образование. И, кстати говоря, образование-то он так и не получил, потому что в 19 лет он все-таки вынужден был бросить... А он куда поступил-то? Он поступил на биологический факультет. Ну, то есть, все-таки он прислушался к мнению папы. Но когда, там самое интересное, как только он попал в университет, на биологический факультет, и увидел, что люди... Собирают открытки? Нет, нет. Он решил сделать бежустрый. Он увидел, что люди, которые рядом с ним учатся, готовы платить за свое обучение от 15 тысяч долларов в год. Он понял, что это бескрайнее количество потенциальных покупателей, которые готовы были выложить бы, допустим, не 3 тысячи долларов за компьютер, который продавала компания IBM или компания Apple, а 2 тысячи долларов, допустим. И он увидел, говорит, я вот просто... Вот его воспоминание следующее. Я открыл двери университета, вошел в кампус, начал знакомиться с людьми и понимая, что вот оно, вот оно золотое дно. Значит, после того, как он... День счастья у него такой. Да. После того, как он разобрал компьютер, он, конечно же, первая его мысль была, как удешевить это сам... Вот как удешевить то, что находилось внутри, и как этот компьютер продать чуть дешевле, чем продают его компании IBM и Apple. Вот. Ну, продолжение истории уже сразу... Да, так, Митя Рустанович, попейте водички. Да, история интересная. Заметьте, мы у вас практически не прерывали. Да, из воздуха деньги человек делал. Сейчас за эфиром обсуждали с Алексеем Алексеевичем веселым... Как попадают в кино. Как попадают в кино. Рустам же хочет стать актером. Нет, ну, просто вот, допустим, да. Нет, актер вы уже изобрели. Рассказывая сегодня историю корпорации Делла, и, в частности, биографию Майкла Делла, я упомянул о том, что вот в детстве очень много слышал разговоров за ужином родителей, которые были связаны, ну, там, со всевозможными финансовыми операциями. А вот какие разговоры у вас в семье были, что вы докатились до того, чтобы играть в одном фильме, там, с Караченцевым, допустим, или с Янковским? До того, как я начал играть с Янковским и с Караченцевым, разговоры были вообще, что со мной делать. Потому что меня до восьмого класса интересовали две вещи. Девочки? Ну, девочки все время интересовали. И марки? Нет, марки уже улетели. А вот рок-н-ролл и хоккей, который тогда был культовой игрой абсолютно, меня сильно интересовало. Особенно рок-н-ролл. Мне ничего было неинтересно. Вот мы играли вместе с вашим начальником тоже, Рустам Иванович. И с вашим тоже. И моим тоже, да. Ну, и вообще просто с начальником. Ну, все начальники через это прошли, через этот рок-н-ролл. А потом получилось так, что меня совершенно случайно пригласили на студию Горького на пробы. Пробы. Ходили женщины. Меня случайно никто не пригласил на студию Горького. Очень хорошо сделали. Фу, это хорошо, что случай обошел вас в этом смысле. Думаете, да. Но одним артистом было бы больше плохим. Ну, вот и все. А меня к мальчику в школу вчера приходили. На фильмы отбирали. Я говорю, ну что? Он говорит, высокий очень. Расстроился. Извините, чтобы закрыть эту тему. А на телевидении я попал, что на третьем или четвертом курсе на дипломный спектакль тоже пришел режиссер детской редакции телевидения. Грачевский, что ли? Нет, нет, нет. Грачевский этим не занимался. Это Яралаш. Яралаш. Вы путаете. Ну вот, и увидел, я говорю, давайте мы будем снимать будильник. И с этого началось. У меня с будильника все началось, кстати, на телевидении. И все. Вы с Ириской играли? Жаль, жаль. Нет, я с жвачкой, да. Жаль. Нет, Ириска там была в будильнике. Вы чего? Была, была. Ну я без Ириски обошелся. Значит, продолжаем историю. Вам, вам, вам. Коррекция, и вы ответите сразу. Да, конечно. Потому что мы говорим о замечательной компании и истории становления Майкла Делла и компании замечательной. Нам сразу написали, что ну вас пытаются же ведь подколоть. Apple была основана в 85-м и Делл не мог работать на Apple 2. Ну, во-первых, компания Apple была основана 1 апреля 76-го года в День дураков. Ну, это достаточно известный факт. А в 84-м году уже, вот если говорить о 85-м годе, на котором человек рассказывает, настаивает, компания Apple была замечена в легендарном своем рекламном материале, в рекламном ролике, который снят по мотивам книжки Оверлла 1984, который стал, этот ролик стал классикой вообще мировой рекламы. Это 84-й год, это уже появление персонального компьютера именно Macintosh уже, то есть даже не полкомпьютер. Рустам Иванович знает все. Рустам, какой вы все-таки, вы не только красивый, но еще и умный. 83-й год, мы уже сказали. Ботинки надо купить все-таки. Майкл Делл поступает на биологический факультет Техасского университета в городе Остин. Вот, 50, внимание, значит, помимо того, что люди готовы были заплатить в этом университете за обучение от 15 тысяч долларов, самих студентов было 50 тысяч человек. Золотое дно. Представляете, 50 тысяч человек. Золотое дно. Значит, и самое главное, что студенты-то очень хотели приобщиться как раз в этот момент к компьютеру и компьютерному миру, который становился культовым в тот момент. Ну, представьте, да, там, 83-84 год, люди вот впервые видят эти мониторы, да, эти допотопные ящики, в которых какие-то процессы происходят. Значит, что он делает? Он говорит, он понимает, что рынок компьютеров крайне монополизирован. То есть существует там 2-3 корпорации, которые поделили между собой. Этот рынок, ну, более того, как только появляется монополия, рынок становится неэффективным. Потому что, по большей части, и компания IBM, и компания Apple продавали свои компьютеры через ритейл, да, то есть через, ну, просто через, ну, давайте так говорить, через магазины, да, через крупные сети, которые занимались этими продажами, электроники, там, бытовой какой-то техники. И он говорит, я, говорит, понял, неэффективно. С чем была связана неэффективность? Потому что компания Apple и компания IBM производили исключительно всего лишь там несколько моделей с определенным количеством набора, ну, с определенным набором функций, там, памяти, там, наличием дисковода. То есть, ну, грубо говоря, конвейер, который производит одну модель. И вот если тебе не нужен дисковод, то ты вынужден все равно будешь приобрести компьютер этот в 83-м году именно с дисководом. Не нужен тебе, там, именно вот тот графический редактор, да, там, или то программное обеспечение, которое было установлено. Ты все равно вынужден будешь купить. Прямо как в Советском Союзе автомобили, да. Да, ну, понимаешь, потому что компьютер рынок, он только вот родился, да, он в состоянии... Мы по-другому пока не можем делать. Не могло быть. И он вот эту неэффективность этого рынка подглядел. И что он стал делать? Более того, компания IBM спускала своим контрагентам планы по продажам. И очень часто огромное количество этих компьютеров просто-напросто зависало на складах. Так как это был начальный этап развития именно компьютерного рынка и компьютерной вообще индустрии, то очень быстро менялись технические характеристики еще этих компьютеров. Ну, представьте, да, там проходит полгода, и этот компьютер просто морально уже устаревал, да, потому что постоянно появилось то новое программное обеспечение, да, то какие-то новые, там, фичи, связанные с оперативной памятью, да. То есть это постоянно, ну, постоянно обновления. А эти компьютеры, которые компания IBM спускала своим продавцам, они пылились просто-напросто на складах. И что сделал Дэл? Он приехал к крупным ритейлерам, которые занимались продажей компьютерной техники IBM и Apple, и сказал, ребят, у вас есть стоки, ну, есть остатки, давайте я у вас выкуплю их по... А кем он представлялся? Вот ты всегда так говоришь, он пришел, он приехал, а тут мальчик 8-летний. Майкл Дэл, вот я вам серьезно говорю, вот Майкл Дэл, и вот смотрите, значит, он приезжал в этой компании, говорил, я у вас готов выкупить ваш залежавшийся на полках товар. Он выкупал этот товар, и что он делал? Он опять же, помните вот эту историю с первым разобранным компьютером? Он разбирал... А кто-то делал это за него? Или там нанятые люди уже были? Нет, пока сам, ну, после этого появились и первые... В 19 лет, ну, представьте, в 19 лет человек уже организовал собственную компанию. Все, у него первые наемные рабочие появились, более того, в первый год, значит, или, да, в первый месяц оборот 50 тысяч долларов уже составил. Он что делал? Он разбирал эти компьютеры, докупал необходимые комплектующие, если их у него не было, у именно уже производителей комплектующих, и собирал под каждого студента в этом университете. Тот компьютер, которому нужен был. Правильно, персональный компьютер, которому именно был нужен этому студенту. Все. То есть если корпорации пошли по пути завоевания массового рынка и по пути унификации, да, производимого продукта... А он точечно, значит. Конечно, он, во-первых, студенты. Почему именно студенты? Потому что они, это не, грубо говоря, не чайники-юзеры, да, которые увидели красивую игрушку или телевизор. А они знают, для чего им нужно. Конечно. Как инструментарий. Конечно. Они исключительно для себя. Кто-то учился, значит, и получал... Слушайте, а вы опрашивали, это как было, 50 тысяч студентов, вы говорите, там, учатся. Значит, нужно было заполнить или что? С каждым контактировал. Да, конечно. Посмотри, что делает, сволочь. В последствии, самый главный принцип, который... Если хочешь что-то продать, пообщайся с человеком, который у тебя хочет купить это. И выясни, что ему нужно. И впоследствии вот этот принцип, который вот в 19 лет... Вот, представляете, человек в 19 лет, ну, придумал основу для своей корпорации. Он реализовал сразу же, там, буквально второй месяц, там, 200 тысяч продаж долларов, да, там, третий, четвертый, ну, все. Там, буквально, за год человек к миллионным продажам подошел, ну, представьте, да, потому что... А, самое главное, что он продавал-то еще дешевле. То есть он продавал на 25% дешевле, чем... А это за счет чего, да? Ну, наверное, транспортировки, какого-нибудь хранения. Он не был корпорацией IBM, которая видела вот в каждом извлек... Ну, вот в каждой схеме, в каждом транзисторе прибыль для себя. Понимаешь, он мог поступиться. Причем это не были его компьютеры. Он просто-напросто... Чему даже не жалко было, в принципе. Даже марки самой Dell компьютеров не было. Он просто занимался отверточной сборкой. Ну, помните, как в 90-х в России все то же самое происходило. Было огромное количество компьютерных фирм, которые собирали под тебя, под твои запросы компьютер, ну, вот, который был тебе нужен, с тем же монитором, который они... Эти комплектующие они завозили просто-напросто из Юго-Восточной Азии. Значит, здесь он поступил... Следующий шаг его был, гениальный. Вот, мне кажется, он создал колл-центр. Значит, колл-центр размещался на одном столе, ну, буквально, да, на котором там сидели четыре девочки, которые принимали звонки. Которые принимали звонки, и где люди описывали те комплектации компьютеров, которые им нужно было... На соседнем столе девочка, которая проговаривала заказ, люди, которых он нанял, собирали этот компьютер. Собирали. То есть у него первое, от чего он избавился, да, вот на этом этапе развития бизнеса, от наличия огромного количества, ну, как так называемых, ну, дебиторки, ну, товара, который зависает у тебя, ты вынужден покупать там готовый продукт и ждать, когда человек его... Он, грубо говоря, у него не было склада какого-то вот... Правильно. Под заказ он покупал. По сути, смотрите, нет, у него были комплектующие, но он не собирал готовые компьютеры. И, то есть человек звонил, и прямо здесь же собирался компьютер, и сразу же уезжал. Более того, монитор же был нужен, и он даже не привозил на свой... Ну, вот в это помещение, в котором происходило звонок, даже не привозил мониторы, потому что компьютер заказчику доставляла фирма, которая производила мониторы. И на каждом компьютере он, ну, он считал каждую копейку, он экономил 30 долларов, вот только на этом. То есть он отдавал собранный ящик, системный блок, компании, которая к этому блоку продавала мониторы. И она везла, вот этот уже готовый собранный. Он не тратился и на это. Он не тратился даже на логистику, да, то есть он понимал, что... Монитор все равно везти надо будет. Конечно. Он понимал, что в данном конкретном случае, ну, вот он не может себе этого позволить. И вот на таких простых шагах человеку удалось построить корпорацию, да, там за миллионами последовали 2, 3, 4, 10, 100 миллионные продажи. Отец просто в шоке был. Они постоянно настаивали на том, что мальчик должен определиться, врач или бизнесмен. Они идиоты или нет? Ну, мальчик миллионы зарабатывает. Отец все выходит, ботан с газеты говорит. Миша, Миша, возьми себя, ты должен получить высшее образование. Ну что, действительно, или папа с ума сошел? Ну, вообще не дублялся. Ну, в конце концов, он вынужден был бросить этот университет, этот биологический факультет и полностью посвятить себя бизнесу. Да, собственно говоря, дальше что происходило? Дальше он все-таки решил отказаться от того, что он продает чужие компьютеры. И все-таки решил продавать компьютеры уже под собственным именем. Была организована уже компания Dell. Первый логотип был нарисован на коробке из-под пиццы его другом. И сразу же вот эта коробка из пиццы... Ну, вот, честно говоря, не знаю. Более того, он один из первых, кто ввел возврат денег стопроцентный. Человек купил компьютер, не понравилось, пожалуйста, возвращаем деньги. Более того, он организовал на базе этого колл-центра круглосуточную горячую линию по техподдержке. Потому что выяснил следующее, что все проблемы, которые возникают в компьютере у человека, который... Можно решить по телефону. По телефону за 6 минут. За 6 минут. То есть специалист, который находится на телефоне, может за 6 минут помочь. Компьютеры тогда не были такими сложными. И он, по сути, привязал людей к себе. То есть ты покупаешь компьютер, и ты понимаешь, что в 24 часа в сутки ты можешь позвонить, и тебя проконсультируют. Расскажут, что работают у тебя не так, и дадут какие-то минимальные представления о том, как правильно работать за персональным компьютером. И вот на основе всего этого была построена корпорация. Правда, в 90-х он чуть все это не потерял, потому что в 90-х появился Жирок, но корпорация сразу за 2-3 миллиарда перешагнула отметку по обороту. И он говорит, слушайте, давайте вернемся к тому, чем занимаются все. Будем продавать через магазины. И вот тут, как только он отказался от своей идеологии продавать... Стал обычным сразу. Стал обычным. Как только появились эти запасы на складах, как только он перестал обращаться к каждому покупателю напрямую, как это делается сейчас, говорят, что, по-моему, около в месяц 50 миллионов компьютеров люди заказывают через сайт Dell. Вот в нынешней ситуации. Ну, обороты там и... Значит, капитализация компании уже давно за несколько десятков миллиардов долларов перешагнула. Вот в конце концов он вынужден был нанять крутых менеджеров, которые вот все-таки убедили его вернуться к изначальной идее. Перекупил он этих менеджеров и у компании IBM, и у компании Apple, и у Хьюлит Паккарт. Ну, и в конце концов вот смог выбраться, да, из той ямы, в которую сам себя загнал. Более того, ну, вот постоянно до сих пор бодрит коллектив сам. Говорят, что иногда приезжает прямо на сборочное производство либо в офис по продажам и кричит, давайте, наконец, сделаем этот Apple, давайте, наконец, сделаем там... Какой мотиватор. Мотиватор. Ну, что, реактивный человек, настоящий, да. Нет, но мне только не особо понятно, он же все-таки сам ничего такого не изобретает. Но это и дело, вот в этом и... Просто он способ изобретет. Способ. Способ. Еще буквально несколько слов. Небольшая корректировка. Вот смотрите, компьютерная фирма номер один в США, Dell, и номер два в мире по объемам продаж на интернет-сайте компании в день, в день продается компьютеров на 50 миллионов долларов. Заказывается. Вот поясните мне, пожалуйста, Растан, вот есть же бренд, вот они продают под брендом Dell, но ведь это же не их разработка. Нет, но это ОМ-производство, да, то есть на заводах, также в Юго-Восточной Азии производится... А что производится? Они определенно делают заказ, уже знают всю линейку, что им нужно. Конечно, но они просто получают от тебя твои пожелания и собирают под тебя компьютеры. Они, по сути, являются крупнейшим агрегатором и сборщиком из комплектующих, которые производят... А есть какие-то схемы уже готовые? Мы вам предлагаем базу, а потом вы к этой базе начинаете что-то подвеснуть. Думаю, есть, да. Ну вот смотрите, одним из самых неудач... Смотрите, во-первых, в 38 лет сам Майкл Дэл стал обладателем состояния в 20 миллиардов долларов. 38 лет человек. Значит, если вы бы вложили в начале 80... ну там, в конце 80-х в акции компании Dell 1000 долларов, то сейчас бы получили уже 360 тысяч долларов... Ну, вы представляете, в 360 раз выросла стоимость акции компании. В 360 раз, да. Люди, я думаю, тоже вот так в один день становились и миллионерами, и мультимиллионерами. А почему не пошло? Очень неудачный был запуск продуктов линейки лэптопов. Вот. Были вынуждены они вот там в начале 90-х даже свернуть и только впоследствии там... Потому что готовый продукт уже? Да, да. Опять же, готовый продукт. Готовый продукт. Это магазинный получается. Конечно. То есть это нужно было продавать через... Ну, в общем, понимаешь, да? То есть ты создаешь структуру, ты создаешь для себя модель, значит, ведения бизнеса, ты нашел для себя нишу, придерживаясь ее. Вот есть, на самом деле, от Майкла Делла нашим молодым бизнесменам несколько правил очень интересных, да? Давайте, давайте. Пожалуйста, тщательным образом исследуйте рынок, всегда будьте реалистами относительно объема работы, не забывайте о важности постоянного поиска и экспансии в бизнесе. А, ну и самое главное, главная его идея, которую он через сюжет, продавайте без посредников, прогнозируйте аккуратно, составляйте план по управлению запасами, любите своих поставщиков, любите своих сотрудников, как руководитель, какой руководитель, такая и твоя компания, нанимай только подготовленных людей, которым близка твоя корпоративная культура. Твой успех гарантирует только твои клиенты, ищи массового клиента, значит, никогда не переставай совершенствоваться, придерживайся выбранного курса, думай и действуй глобально, выходи на мировые рынки постепенно, расти постепенно, умей адаптироваться, будь верным своим талантам и самому себе и не делай рост самоцелью, всегда должен быть конечный результат. Помни, что у роста есть свои риски и будь практичным, следи за конкурентами. Ну и цитаты, о которых скользко сегодня проскальзывали уже в нашей программе. Если тебе кажется, что какая-то идея хороша, непременно испробуй ее на практике, и не важно, что ты продаешь, сколько важно, как это ты делаешь. Рустам Вахидов, история прекрасная. Слушайте, пришло смс-сообщение от человека, который выиграл сегодня 28 миллионов. Пишет, пришлите фотографию Шаулиной. Купить хочет Шаулину? А что? Купить за 28 миллионов? Давайте продадим. Это хорошая ниша. Нам нужен все-таки посредник. Это будем мы. Давайте продавать Шаулину. Ваша цена, господа. Я как раз понял, что этот бизнес-правило нам не подходит. Это очень креативно. А продать Шаулину это наше. Это по-нашенски. По-нашему. Хорошо, погуляем.